Привет всем, с вами Антони. Сегодня я не в Москве, я не в Санкт-Петербурге. Я в, я думаю, типичном русском городе, называется Смоленск. Смоленск, в Смоленской области, совсем недалеко от границы с Беларуси. Сейчас немножко шумно, потому что я на главной улице, называется улица Гагарин. Мы идем в центр города, где исторические здания. Там есть крепость, которую я хочу посмотреть сегодня. Ну, это исторический город, но, к сожалению, мало людей знают про этот город в Америке. Но я рекомендую всем посмотреть этот город, приехать сюда. Это наш второй день в Смоленске. Мы вчера приехали ночью, поздно ночью, так что мы не успели ничего смотреть. Но сегодня посмотрим город, я покажу вам, какой такой красивый город. Это мы, так мой брат говорит, что это сердце России. Мы уже в сердце России, мы в глубинке. Это не миллионники, как говорят. Это не большой город, где люди говорят, что, о, когда ты в Москве и в Санкт-Петербурге, есть другое впечатление. Когда ты в маленьких городах, другое впечатление про жизнь в России. И, по-моему, это очень чистый город. Я сейчас вам покажу. Чистый. А, стыдно за магазином. Это очень чистый город, спокойный. Мне очень нравится пока что. Спокойный, чистый и аккуратный все. Но, да, я заметил, что здесь машины немножко другие. Не такие, не так много европейских машин. Не так много Audi и Porsche, как в Москве и в Санкт-Петербурге. Но сейчас мы идем кушать русскую еду, традиционную русскую еду. Я, конечно, хочу кушать. И сегодня я хочу поговорить о том, что мне больше нравится в России, чем в Америке. Это, на самом деле, цель этого видео. Потому что я уже здесь больше, чем почти две недели. Я испытывал много. И я думаю, что здесь есть много интересного, много, что мы, американцы, должны применять. Мы должны учить от русских, что они делают правильно. И что мы не делаем правильно в Америке. Вот, я покажу вам. Окей, номер один. То, что мне нравится в России, что я думаю, лучше в России, чем в Америке. Номер один. Это закон и порядок. Так, Россия, по-моему, большинство американцев думает, что это беспорядочная страна. Люди не соблюдают законы здесь. Конечно, есть стереотипы, что русские нехорошо водят машину. Русские не соблюдают законы. Возможно, это так. Но я, по-моему, я ничего не видел так в России. Здесь никто не лежит на полу. Никто не курит марихуану. Они лежат на полу и кричат. Ночью здесь полиция арестует таких людей, если они непорядочные, если они мешают других людей. Это мне нравится здесь порядок. Есть порядок, есть строгие законы, которые нужно соблюдать. Если ты не соблюдаешь эти законы, тебя арестуют. В Америке недавно есть много случаев, что люди ходят в магазин, украли все из магазина, убегали. И полиция просто стояла, как дети. Просто смотрели на них, пока они все украли из магазина этих людей. И в Сан-Франциско, в Лос-Анджелесе. В Калифорнии даже есть закон. Это государство в Калифорнии так делает. Государство в Калифорнии сказало, что если это меньше, чем, я не помню, может быть, 900 долларов. Если ты украл что-то, которое стоит меньше, чем 900 долларов, это не так незаконно. Это не сильно незаконно. Они тебя не будут арестовать. И даже они рекомендуют владельцам, бизнесам ничего делать, остановить тебя. А в России это что-то другое. Здесь больше камера, сидят все, чтобы кто-то не украл что-то. И я, конечно, никогда не видел, что кто-то украл что-то и что-то так делал. Нет, здесь нет. Так что это один огромный плюс здесь, который мы должны взять и применять в Америке тоже. Я тоже хотел сказать, что здесь, в России, большинство общественных мест, где много людей, короче, есть, они приняты строгие меры безопасности. У них металлиискатели и проверяют все, рюкзаки и все. Конечно, после того, что случилось несколько месяцев назад, много террористов, они все проверяют, чтобы не было опасной ситуации. И это очень хорошо здесь. Так что вот. И номер два, что мне больше нравится в России, чем в Америке, это то, что здесь больше традиционной ценности. И не продвигают такие деградивные, ужасные ЛГБТ-движения. И неморальные, нехорошие, традиционные, нехорошие и нетрадиционные сексуальные ориентации. Здесь нет такой пропаганды в телевизоре, в рекламах, в новостях, как в Америке. В Америке ты включаешь телевизор, и когда есть реклама, будут гей-пара или что-то так. И они, конечно, продвигаются сильно и хотят, чтобы все смотрели это, все приняли это. Это не так здесь. Здесь, когда я летал в самолете, я слышал, что президент выбрал этот год годом семи. Отлично, год семи. Это хорошо, потому что у нас месяц радужный флаг ЛГБТ. Что за фигня, ребята? Нет, это то, что мне очень-очень, это хорошее, хорошее для меня лично, хороший плюс здесь. Люди иногда говорят, о, так много минусов здесь, в России. Для меня, американца, который жил всю свою жизнь на Западе, я наоборот смотрю на это, что, окей, хотя дороги иногда плохие, иногда инфраструктура не очень хорошая здесь. То есть, но я знаю точно, что, когда мои дети ходят в школу в России, они не будут учить им, что они могут менять пол, и что они могут носить платье, нет. В Америке, да, но здесь нет, конечно. Так что, для меня это большой плюс жизни здесь. Я просто хожу на улице и никогда не видел, потому что это незаконно, незаконно здесь. Показать этот флаг. Но в Америке везде, и особенно чаще, в Сан-Франциско я видел радужный флаг чаще, чем американский флаг. Кошмар, ребята. Но здесь нет. Вау. Я думаю, что мне больше нравится Смоленск. Я скажу почему. Потому что я вырос в спокойном маленьком городе в Америке, где нет так много машин, нет так много людей на улице. Здесь много людей на улице, но меньше, чем в Санкт-Петербурге. И так что, мне так нравится, чтобы было более спокойно. Люди ходят, но не так, как в Санкт-Петербурге. Я гулял на улице, в Невском проспекте. Я не мог дышать, так много, куча людей просто. Было тяжело дышать там. Но здесь кажется, что воздух чище, и погода лучше, чем там, в Санкт-Петербурге. Там Санкт-Петербург красивее, по-моему. Больше красивых зданий. Здесь больше не знаю, как. Советские здания. У меня ничего против советских зданий. Я думаю, они тоже красивые, уникальные, потому что для нас, американцев, нет таких зданий в Америке. Таких зданий, как так. Это очень красиво для меня, интересно. Но Санкт-Петербург красивее, Москва тоже красивее. Но мне очень нравится этот город. Спокойный, красивый. Погода сегодня отличная. Так что, вот. Третий плюс в России, который мне больше нравится в России, чем в Америке, это что люди лучше одеваются здесь, чем в Америке. В Америке ты ходишь на улице, и... Любой день ты увидишь, как человек носит пижамы и ходит на улице, в пижамах. Здесь никогда не увидишь людей в пижамах на улицах. Особенно в Санкт-Петербурге, в Москве, люди очень хорошо одеваются там, в Санкт-Петербурге, в Москве. Здесь более-менее скромно, нормально. Я не видел прям как fashion models здесь, нет. Но тоже лучше одеваются здесь, чем в Лос-Анджелесе, в Санкт-Петербурге люди. Платье и рубашки мужчины. Но я бы сказал, что да, женщины здесь лучше одеваются, чем мужчины. Мужчины носят футболки, джинсы, обычная одежда. Так вот, что люди лучше одеваются здесь. И дети тоже. Родители здесь хотят, чтобы их дети хорошо одевались. Я тоже заметил, что я не видел ребенка с телефоном на улице. В Америке я тоже, я вижу это часто. Дети с телефоном. И в ресторанах, например, или, где я, неважно, где я был, когда я видел детей, они все спокойны и не кричат, как в Америке. Может быть, они здесь воспитают детей лучше, чем в Америке. Я не знаю, но это то, что я заметил. Это один хороший плюс здесь. Есть тоже минусы. Я буду снимать видео с моим братом, будем говорить о минусах здесь. Потому что тоже есть минусы здесь. Посмотрите, видео будет. После этого видео я буду снимать о том, что мне не нравится здесь. И тоже мы с братом ответим на популярные вопросы, которые люди задали нам о нашем поездке здесь. Так что люди хорошо одеваются в России. В основном. В основном. Особенно в больших городах. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Окей, ребята, мы только что пообедали очень вкусную русскую еду в ресторане русский двор за нас в этом парке сейчас мы на главной площади здесь памятник ленина советские знаки там это я будто я в советском союзе чувствую так так далеко я из америки сейчас нахожусь в бывшем советском союзе в смоленске очень круто очень весело интересно мне очень нравится что здесь дети ходят и веселятся или не переживают обезопасности в этом городе и в россии в общем это до 4 плюс россии это что мне нравится в россии что это хорошая страна для детей здесь есть все для детей много детских магазинов парки школы много школ в нашем городе в америке я искал детский магазин чтобы купил подарок для кого-то и только был три магазина в этом городе и у нас около 400 тысяч жителей в нашем городе и только три магазина но я сейчас мы в смоленске я видел уже несколько магазинов где много игрушек и и что-то для детей я пока что не отец но в будущем я буду отец я буду стать родителем и я думаю что то очень хорошо хорошая страна для для воспитания детей здесь вот например много дети ходят играют дети одни без родителей просто просто ходят на улице это я в шоке в америке это не так в америке все дети с родителями потому что либо слишком опасно ходить одни либо из законе что не нельзя дети быть одни и просто наша культура не такая у нас не такая культура что дети могут делать все годно но здесь на ничего здесь все доверяют друг другу я думаю вот есть ребенка ребенок сейчас смотрите на велосипеде просто наслаждаются жизни так так классно ребят я я люблю смоленский а очень люблю смоленский то спокойный город это ним это не селе это не деревне но это тоже не огромный большой город здесь и спешат ребята я вчера был в санкт-петербурге хотел купить энергетик я пошел в евроспар купить энергетик и женщина сказала покажи документы документ я в шоке так документы зачем документы мои документы чтобы купить энергетик она сказала ну понятно я иностранец у меня акцент я не понимаю как я не разбираюсь в этом и она сказала господи давай твой паспорт так зла и есть много таких людей в магазинах в россии это минус смоленские люди вроде все довольны нормальным состоянием нормальное нормальном настроение в санкт-петербурге в москве люди спешат люди просто не знаю недовольные люди там живут я здесь счастлив окей и 5 плюс россии что лучше в россии чем в америке это технология а технология в россии гораздо более продвинутая чем в америке например я уже снимал видео перед этом сказал что я могу платить с картой на столе в ресторанах там просто есть место где я могу просто платить это было так интересно на меня в америке у нас нет этого еще сегодня я они вчера мы ели в ресторане и когда ты хочешь оставлять чай вы в америке либо на чеке можно написать сколько ты хочешь оставить или или может давать наличные но здесь можешь это сделать конечно но тоже можешь сканировать qr-код на чеке и через телефон давать чай вы и у этого официанта аккаунт что на есть как профиль фото имя и они получают прямо от тебя чай вы и там можно оставлять отзывы именно конкретного официанта который работал это так интересно у нас нет этого в америке тоже банковские приложения здесь гораздо лучше можно платье платить везде с телефоном даже в в маленьких магазинах очень интересная в общем раз продвинутая технология здесь ребята вот это я хочу наслаждаться еще этом этом прекрасного города погулять немножко буду снимать для вас но вот это 5 6 5 вещей которые меня или 6 я не помню вещей которые меня шокировать который лучше в россии чем в америке и что я думаю мы должны применять мы должны учить этого мы должны взять этого от русских мы должны в этом аспекте быть больше как россии больше как россия чем в чем я думаю что мы в америке я думаю сша очень классная страна прекрасная страну иногда другие страны делал что-то лучше лучше чем нас и я думаю что у россии много плюсов и мы должны учить о посмотреть на эти плюсы и думать блин мы считаем себя самой великой стране в америке но здесь нет так много преступников на улице бомжей нету дети счастливые здесь вот что-то не так в америке что-то так правильно здесь и это не значит что я что что все правильно что все отлично в этой стране конечно нет я буду снимать для вас про минусы видео про минусы с моим братом минусы и плюсы что нам нравится не нравится в россии завтра пока когда будем будем в язме сейчас мы смоленским потом завтра поедем в язму другой город здесь в этой области ну вот ребята так что увидимся следующее видео до свидания до встречи пока от антони и ленин увидимся в язме с моим братом завтра или поздезавтра оба себя заедем